Друзья, всем привет! В этом ролике я вам расскажу, что такое кредит ради скидки и как это работает. И расскажу я вам это на живом примере. Совсем недавно, в конце 2019 года, мы с человеком покупали ему автомобиль, и там мы как раз применили кредит ради скидки. Он сэкономил при этом 89 тысяч рублей. Все, что нужно было, плюс 2 часа на оформление по кредиту, и 1 час на следующий день для того, чтобы этот кредит закрыть досрочно. В 90% случаев, когда идет кредит ради скидки, в кавычках, тут начинают людей обманывать. Но есть 10%, когда действительно можно взять его на выгодных условиях. Присаживайтесь поудобнее, я вам расскажу детально, как это работает. Кредит ради скидки это процедура ответственная. Многие этого боятся, потому что это своего рода махинация. Но в любом случае, сэкономив денежки, вы можете себе что-то купить, либо отправиться в отпуск. Сами понимаете, сейчас у нас такая погода, что хочется отдыхать дальше. И именно здесь вам поможет кто? Сервис КудаНаюга.ру Переходя по ссылочке в описании, вы получите возможность организовать себе отдых на море без посредников. Что вы делаете? Заходите, выбираете город, куда вы хотите поехать. Допустим, это будет Сочи. Выбираете дни и получаете возможность напрямую связаться с человеком, кто сдает жилье в аренду. КудаНаюга это возможность арендовать жилье без комиссии и скрытых переплат. Вы арендуете жилье непосредственно у владельцев, а не агентов. Таким образом, вы экономите ваши денежки. Например, хотите поехать в Сочи, есть возможность арендовать квартиру за 1200 рублей в сутки. Цены есть разные, поэтому ссылочку я оставляю в описании. Все те, кто любит организовывать свой отдых самостоятельно, организовывать свои путешествия, для вас этот сервис будет как никогда полезен. Собрался слетать на Юга? Ссылочка ждет тебя в описании. Как говорится, повторение мать учения, но я вам просто обязан напомнить. Смотрите, когда мы хотим купить автомобиль, приходим в автосалон. Как правило, нам говорят, давайте оформим кредит для того, чтобы сделать вам дополнительную скидку в размере. 50, 100, 150, в общем, абсолютно любую сумму нам могут назвать. Оформляйте кредит и все будет классно. И естественно, любой менеджер будет рассказывать, очень классно, выгодно, здорово, нужно делать. Но если внимательно изучать договор, то вы увидите, что на самом деле вам делают больше накидку в тело кредита. Тело кредита – это та самая сумма, которую вы берете в долг. Как это должно работать? Давайте я вам расскажу на живом примере. Итак, я вам сейчас на экран вывожу наши расчеты, по которым мы покупали автомобили. Их использовать мы будем исключительно для примера. Таким образом, любые цифры вы можете подставлять свои. Пришли вы покупать автомобиль за 1 миллион рублей, за 5 миллионов рублей, неважно. Вот по этим расчетам вы можете смотреть. Друзья, в нашем случае автомобиль стоил 2 миллиона 620 тысяч рублей. Плюс нам дают доп. оборудования. Естественно, дилер его изначально как бы по документам проводит, как будто бы мы его покупаем. До этого мы сейчас с вами дойдем. Общая цена доп. оборудования – 74 тысячи 600 рублей. Итого наш автомобиль становится практически 2 миллиона 700 тысяч рублей. Все точные цифры я вам вывожу на экран. Дальше мы начинаем делать расчеты. От этой суммы мы отнимаем. 150 тысяч рублей – это была поддержка за трейд-ин. Трейд-ином человек был доволен, на нем мы останавливаться не будем. Минус 150 тысяч раз. Дальше, доп. оборудования, которые нам как бы пробили, за него нам делают равносильную скидку в 74 тысячи 600 рублей. Мы делали каска. Нам за него делают дополнительную скидку 23 тысячи рублей. И нам делают скидку от салона в размере 80 тысяч 100 рублей. Итого, цена автомобиля получается 2 миллиона 367 тысяч рублей. Сюда мы плюсуем с вами 110 тысяч рублей за каска. Таким образом, за автомобиль с каска мы должны были занести в каску 2 миллиона 477 тысяч рублей. И все всем были абсолютно доволен. Дилер сделал скидку, дилер сделал подарки, оценил автомобиль, забрал его. Человек, который покупает, его все устраивает. Каска дорогая в силу того, что он вписывал туда своего молодого сына. И в данном случае все условия сделки максимально прозрачны. Машина стоит, мы ее видели, ПТС лежит, все прошло. То есть остается только доплатить и купить автомобиль. И тут нам менеджер говорит, слушайте, если вы хотите дополнительную скидку, ну а мы, естественно, хотим всегда дополнительную скидку, можно оформить кредит ради скидки. Мы говорим, ну давайте посмотрим расчеты по этому кредиту. И нам делают следующее. Все те же самые условия, вот я вам сейчас их ввожу с правой стороны, только в столбец. Где? Вот тут самое важное, вот внимание максимально должно быть. Автомобиль занижают по цене. То есть нам не накидывают сверху наших услуг, то, что мы уже оговорили цену, еще какие-то дополнительные услуги. Таким образом, он нам обходится в 2 миллиона 174 тысячи рублей, но при этом докидывает дополнительных услуг по страхованию. Видимо, дополнительное страхование жизни и ГАП страхования. В общей сложности все эти услуги вышли на 214 тысяч рублей. Туда же уже в тело кредита было включено каска. Но получается так, что теперь автомобиль для нас стал 2 миллиона 388 тысяч рублей. Разница в нашу пользу 89 тысяч рублей. Не забывайте о том, что когда вы подписываетесь под кредитом, процент начинает тикать. В общем, минус 3 тысячи рублей за пользование кредитом в один день. Таким образом, в кармане у человека остается 86 тысяч рублей при условии того, что он на следующий день доехал до банка, закрыл кредит досрочно и остался в плюсе. А вот здесь возникает вопрос, откуда такая щедрость и в чем подвох? А я вам отвечу, что для оформления этой сделки нужно было пойти по принципу минимальный первоначальный взнос в размере 20% и срок кредита был на 5 лет. При этом ставка была примерно 16%, в 15,8 если мне не изменяет память. Что происходит? Дилер обращается к банку и банк ему говорит, да, окей, ты ему даешь дополнительные услуги страхования, я с тобой, как объяснил нам менеджер, поделюсь этой прибылью. То есть им дают бонусы. И вообще сам салон, он зарабатывает со страхования ГАП, он зарабатывает с того, что они дополнительно продают ему каска, дополнительно ему продают страхование жизни, при этом приводят банку к клиенту. Банк, это на секундочку, был довольно-таки известный, это ВТБ банк. Не для рекламы, я вам просто говорю о том, что это не какая-то там Филькина контора. При этом банк говорит, окей, мы дадим тебе бонусы, таким образом и дилер заработал, и при этом он поделился с покупателем. Такое бывает крайне редко, на самом деле, ну, подчеркиваю, не каждый дилер будет согласен с вами поделиться этой скидкой, пройти по такому процедуре, но здесь нам сказали, без проблем, все прозрачно, вот вам все платежи, считайте, смотрите. На следующий день никаких санкций не будет, оплачивайте, закрывайте кредит досрочно, уже прошел почти месяц, то есть никаких проблем у человека нет. Естественно, поначалу были легкие переживания, особенно у человека было куча вопросов из серии, ну, как так-то, банк же не дурак, он же не будет вот так вот просто давать себя обмануть. Вот если мы взяли кредит сегодня, мы на следующий день его закрываем, ну, как так? Тем не менее, так это и работает. Понятное дело, что если бы он не закрыл кредит на следующий день досрочно, то и банк бы заработал больше денег, ну, на процентах с него. То есть, в принципе, тогда бы были все в плюсе, кроме клиента, потому что он переплатил бы денег по проценту. Но в его случае была вся полная сумма для того, чтобы автомобиль можно было купить одним днем за наличный расчет. Естественно, ему дают доп. соглашение на случай того, если вдруг он откажется от дополнительных услуг страхования и вернет свои деньги, на что он имеет полное право в первые 14 дней, к нему прилетит письментишка о том, что пойдем в суд. Ну, сначала будет досудебная претензия, мол, верни скидку. Друзья, здесь вы должны понимать, что здесь уже идет ситуация серии. Вам идут навстречу, делают дополнительную скидку, вы действительно остаетесь в плюсе. Но при этом дилер, естественно, перестраховывается, все прописывает, что вы договорились. Если вы возвращаете вот эти деньги за страхование, а вы это можете сделать, это еще как минимум 300 тысяч рублей, вам упадет на карточку. Но в таком случае, я думаю, что с вами 100% будут судиться. Опять же, думаю, угадаю, предполагаю, это неправильно. Все дело будет решаться на практике. Если вдруг вы захотите поступить по такому принципу, получить скидку и еще потом вернуть деньги, вы это сделать по закону можете. Далее, мы подписали все документы, в тот же день забрали автомобиль, на следующий день человек съездил в банк и закрыл кредит досрочно, тем самым выплатив самую маленькую долю процентов. Таким образом, он остается в плюсе. Какие же минусы, какие подводные камни здесь могут быть? Друзья, вот честное слово, не хочу вас вводить в заблуждение, почему так происходит и почему банки допускают такую возможность, почему они не дают подписывать договор, на основании которого вы закроете кредит через 3 месяца, через 6 месяцев, получите возможность закрыть его досрочно, чтобы они гарантированно заработали свои деньги. Я не знаю, возможно, они доверяют менеджерам автосалонов и думают, что вот они привели клиента, он будет платить деньги. Возможно, я на этот вопрос ответить не могу. Если вы знаете, разбираетесь, обязательно напишите мне в личные сообщения. В дальнейшем мы эту тему осветим. Но в любом случае, человек остался в плюсе, он оставался своими деньгами. Возможно, в будущем, если он будет подаваться еще раз на заявку в подобный банк, ему скажут, а ты в тот раз нас обманул, поэтому мы тебе кредит не одобрим. Но тем не менее, он его и брать-то не хотел, а сделал это исключительно ради того, чтобы получить свою выгоду. Мы с вами можем сделать выводы, что купить автомобиль в кредит ради скидки – это реальность, это возможно. Но по моей практике на это идут далеко не все дилеры и не все банки. Если вы приходите в автосалон и вот по подобной схеме вам говорят, да, можно сделать, вы можете взять, друзья, но этим стоит воспользоваться, потому что вы сэкономите ваши деньги. Опять же, я вас никого не призываю брать кредиты, я вам лишь рассказываю о том, что дополнительная экономия в этом случае будет. Воспользоваться ей, не воспользоваться, здесь уже решение принимать только вам. Важно понимать одно, что нужно смотреть все расчеты, чтобы все, что вам расписали до последнего момента, до подписания кредитного договора, чтобы везде цифры совпадали. И ни в коем случае не получилось так, что вы условно должны были взять в долг 1 миллион рублей, а вам почему-то насчитывают гораздо больше. Вот здесь самый стандартный, самый частый развод людей банками. Итак, более размазать кашу по тарелке нет смысла. Как это работает, я вам рассказал, я вам это рассказал на прямом, в живом примере. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментарии, давайте ваши советы, кто как покупал автомобиль. Имейте в виду, 2020 год начался, цены на автомобили в этом году однозначно вырастут. В любом случае, к концу января мы запишем отдельный видеосюжет по этому поводу, расскажем, как изменилась ситуация на рынке. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят все свежие новости. И вы можете принимать участие в роликах еще до того, как они были сняты. Друзья, у меня на этом пока что все. Я надеюсь, вы хорошо отдохнули. В этом году мы будем продолжать снимать больше интересных роликов на разные темы. До новых встреч, всем пока-пока!